Скажите, а может быть Вы можете также прочитать за Лену Какие-то стихотворения Нам бы хотелось ознакомиться с ее творчеством Я думаю, что лучше ознакомиться С ее творчеством без Лены через ее фейсбук Потому что мы это не оговаривали Сегодня она в фейсбуке Таня, это в фейсбуке Да, Лена на стихотворение Какое-то совершенно потрясающее Вчера, да? И давайте, значит, потом, когда выступят Мы же можем читать сами И потом, а у девочек будет поздно Пусть они отчитают свое Значит, у нас очередное заседание клуба Эрго Меня попросили представить выступающих сегодня Ольгу Агур и Юлию Дравкину Как человека более, чем остальные знающие их Я не могу сказать, что я с ними очень хорошо знаком Просто вот история нашего знакомства Значит, Юлию, когда мы в бостонских чтениях Мы решили расширять географию Приглашенных, поскольку все равно Зум Значит, мне захотелось кого-нибудь из израильских Собственно, не совсем так Просто у Берковича У Евгения Берковича Было опубликовано несколько стихотворений Юлии Дравкиной И меня они очень-очень сильно Ну, достали, скажем так Вот особенно вот это вот О родителях Это было как-то очень-очень Впечатляюще Поэтому я решил пригласить ее Она тогда пригласила с собой в компанию Лену Берсон Что тоже было очень хорошо К сожалению, Лена сегодня не может Она приболела Вот это вот, собственно И она у нас выступала два года назад Можно посмотреть запись На бостонских чтениях И это было здорово А Оля тоже Все это из бостонских чтений Оля к нам очень часто Очень приходит в последнее время И читает на открытом микрофоне И это настолько понравилось В общем-то всем Практически всем Что мы решили ее тоже пригласить Она у нас будет выступать 15-го 14-го 14-го декабря Вот А Юлия, если захочет Тоже придет 14-го декабря Выступать Но она Говорит, что в последнее время Она мало пишет И много выступает Вот, собственно, все Что я могу о них сказать А я думаю, что куда больше скажут Обе живут в Израиле Ну, со всеми вытекающими Отсюда последствиями А больше они расскажут о себе И еще Своими стихами Просто так и своими стихами Давайте Начинаем, Леня Дальше ты поведешь Или что? Ну Хорошо, дальше я поведу Значит, мы договорились Что мы предоставляем слово В алфавитном порядке Поэтому Первый у нас выступает Как я понимаю Ольга Окей Ну Я, наверное, рассказывать Ничего не буду сейчас А Начну со стихов А потом Как сложится Сейчас у слова не есть Видно, слышно Нормально Да, хорошо Видно, хорошо Слышно С третьего С третьего гаджета Я прошу прощения Они знают, что у меня с интернетом Если вдруг я исчезну То знаете, что я стараюсь К вам вернуться Мы, да Мы терпеливо ждем Давайте мы все Выключим микрофоны Кроме выступающих И тому, кто хочет Действительно что-то сказать Юля, ты с нами Вот я выключаю свой Окей Большинство, наверное, того Что я буду читать Будет связано с войной Войной ли в Украине Войной ли в Израиле Мне бы очень хотелось О чем-нибудь другом И писать И читать Но Происходит то, что происходит И я начну со стихотворения Которое я написала Буквально вчера Я буду читать И верлибры И рифмованные стихи Как пойдет И я так понимаю, что Я прочту Да Потом будет Юля читать Или мы будем Перемежаться Как-то Давайте вы начнете И мы по ходу дела Это все будем решать Окей Окей Который день Которую ночь Муша отправляется Куском дерева Куском дерева Безумным Буратино Руки-ноги Шарниры Вот-вот Упадет Развалится Сердце Разок стукнет И перестанет Сколько можно В конце концов А я В уголке Меж царапающих Полуметровых стен Это мне повезло Вверх На решетку Воздуха Вниз На решетку Стока Который день Которую ночь Держу обоих Держусь За каждого Как живет Человек В войне В своей Изумленной Стране В бесконечной Вине Что остался Что уехать Не смог Что сразу же За порог Что ушел На фронт В такую-то мать И не хочет Никого убивать Что хочет Убить всех Сразу Вытоптать Эту заразу Что есть приказ Что нет приказа Что не хватает Сигареты Трусов И в ночи Часов С остальным Порядок Нет загадок Вот живет Пока жив Скучает Цели вокруг Замечает Больше ничего Не замечает И запахи Все слились И тянут вниз Где лежат Не смотреть Ни вниз Ни назад Как живет Человек В войне В тылу Одетым Спит На полу Тыл Это такая полоска Проведенная Жестко Карандашом ТМ Здесь жестко Здесь не совсем Он вроде Идет на работу Он вроде Встречает Субботу Он вроде Ведет Ребенка На спорт И он Совершенно Стерт Голова Его Из кусочков В одном Предположим Мама И дочка В другом Рисуется Строчка А во всех Остальных Как дальше Хотя бы До выходных Может Отпустят Хоть на Два дня Мне без него Ему без меня Молчи Молчи Не качай Права Кончились Все слова Как живет Человек В войне Не внутри А вовне Он в безопасном Месте Хотя сомневается Есть ли Его теперь Не убьют Он дом свой Оставил тут Он близких Оставил тут Он ногу Оставил тут Он руку Оставил тут Он душу Оставил тут Вот так и живет И все ему лгут Каждые пять минут Как живет Человек В войне Во сне Он живет Во сне И думает Завтра Кончится И думает Жить Не хочется Нет Хочется Нет Не могу Убегу Ни за что Не сбегу Август 24 Я говорю С тобой Мне хочется Кричать Послушай Ну и может быть Мы все Сейчас Исчезнем Сгорим Не закричав И превратимся В чад Мир ахнет И вздохнет И скажет Жаль И честно Оплачет Отряхнет Всю пыль И всех Богов И выползет Из нор Клубящаяся Лава И воцарится Зверь И каждый Кто готов Сожрет Своих детей По нынешнему Праву Нам будет Все Равно Мы Пепел И зола Мы Бога Не спасли И не спасли Младенцев У каждого Из нас В груди Торчит Игла Мы С нею Родились И никуда Не деться Об этом Говорим Нет Ни за что Смотри На небе Нет луны Наверно Съели мыши На трассе В пустоте Танцуют Фонари Уже Соседи Спят Давай Немного Тише Читаешь Сериал И гречку Пьешь До дна И перед тем Как лечь Кроссовки Вновь Шнуруешь Такая Нынче Жизнь И так Она Нужна Так Хочется Ее Что У себя Воруешь Сжимаются Поля Для Говоренья Вслух Нейтральность Умерла Меж Базелем И Берном Лет Семьдесят Назад И свет Ее Потух Он Только Для Слепых Он Для Святых Наверно О чем Жи Говорить С тобой Не Говорить Мы Научились Быть Внутри Огня С Водою И Кровь С Водою Пить И Слез Не Торопить И Отпускать Солдат За Новую Бедою Нет Севера У нас И Юг Почти Угас И Муравьи Ползут С пожара По Октябрь Послушай Не Сейчас Остановись Сейчас Невинных И Убийц Останови Хотя Бы Какое Там Давай О Детях О Дожде О Жажде Тишины О Том Что Сил На Убыль Что Не Прочтем Всего Не Разглядим Нигде Как В Юности Не Вспомним Про Глаза И Губы Мы Здесь На Волоске На Тонком Истрие Торчащем Из Груди Впивающимся В воздух О Чем Мы Говорим Покуда Бытие Не Погасило Звезды Можно Мечтать Пройдет Столько То Лет Тысяч Десятков Сотен Если Будет Кому Измерять И Как Говорим Сегодня Прекрасный Город Берлин С Возникающими Картинками Музеев Парков Кафе Приветливых Бережных Милых Людей А вовсе Ни колон Идущих На убой Ни бункеров С трупами Убийц Ни рейхстага Даже Ни кирпичей Мостовой С именами Вот так Мы будем Говорить Съездят ли В Бейрут Там чудесно Зимой Пригласили Читать Стихи В Тегеран Друг из Сирии Ищет Саблет На двадцать Дней Дочка Поехала На практику В Хан Юнис Конференция В Йемене Буду читать Доклад И прочее Может быть Сто лет Или пятьсот Точно не пять Да и не пятьдесят А пока что Давай Собирай Рюкзак Отсылай Посылки Третьи сутки Не спи Жди Неизвестно Чего Неизвестно Как Закупайся Консервами И водой Слушай Сводки Если надо Стреляй Защищая Детей Монологи И она Говорит Я Я все И она Говорит Вакуум Проживается Неодинаково Это Зависит От того Кто Подарил Мне Его Насколько Из живота Насколько Я Занята Насколько Холод Хамсин Война Насколько Одна И она Говорит Я Этим Полна Чужим Услышанным Пережитым Тщательно Позабытым Подростничьим Старческим Вне Демографии Истертым Истрепанным Как фотографии Совсем Недавним Продрогшим Влажным И Пересохшим И нет Ему Конца И нет Чужого Лица И Ничего Чужого Снова И Снова И она Говорит Вот Приходит О себе Доложить На лопатки Судьбу Положить Солдат Восьмого Десятка Лет Старый Дед Пол жизни По госпиталям Пробежки Делает По утрам На всякий Такой Аз Воздам Иду По его Следам И она Говорит Ничего Живу Среди Своего И она Говорит Мне Много Всего И Мне Мало Всего 21 Грамм Каждый раз, когда происходит взрыв Когда кричит раненый из-под обломков, пока не замолкнет Когда останавливается дыхание у новорожденного в инкубаторе С разрушенным обогревом, когда надо кормить детей, и человек выскакивает из подъезда и не возвращается, когда старик засыпает при с трудом добытой свече и сгорает вместе с квартирой, когда умирают без лекарств, когда умирают от жажды, когда умирают от ужаса, когда умирают. У кого-нибудь из людей нападают душа душа с душа. Так это работает. Не имеет значения, есть ли в руках его оружие, не имеет значения возраст и пол и степень согласия с происходящим, не видно, незаметно. Человек продолжает действовать, сообразно возрасту, полу, статусу, сообразно тому, что привык, что надо, что требуется. Иногда смеется или ругается, иногда выражает суповой набор мороженых чувств. А душа ушла. Где-то там, между живыми и мертвыми, она ждет опустевшее тело, без него не может совсем уйти, принять, что ей полагается. И когда умрет тело, не будет разницы в 21 грамм. Никто не обратит внимания. И сейчас никто не обращает внимания. Подумаешь, Эка, не видали. Посвящается всем, кто. Предыдущее стихотворение, оно посвящается Одессе. У меня много стихов, посвященных Одессе, хотя я вовсе не оттуда. Но оттуда была моя семья, и это привело к тому, что есть много стихов. А следующее стихотворение, это, чтобы было понятно. Я психотерапевт, и я работаю на горячей линии пострадавших от военных действий в Украине и в Израиле. С начала этих действий образовалась такая линия 26 февраля, и у меня есть два стихотворения об этом. Ну вот, и я говорю с людьми из зоны военных действий. А по какому собственно? По собственному желанию, чужому неравнодушию, глубинному единению, по праву моей профессии, по опыту и без опыта, по скайпу, ватсапу, вайберу, всему, чему научилась. А главное, потому что мы по образу и подобию. Нельзя об этом забыть. Ну вот, а что они говорят? Одно и то же и разное. Страх и окаменение, бесстрашие и безумие, тревога, тревога, паника. Нет паники, только есть не могу. Лекарства уже кончаются, едой запаслись соседями. Я волонтер, мама сердится. Брата призвали, я дома одна. Мы все в подвале четвертый день. Мы вырвались и в другой стране, а дочь часами криком кричит. Мне бывший приносит еду на три дня, а вдруг ему не захочется. А мне уезжать или переждать? А вдруг обстреляют на том шоссе? А я из дома не выхожу. В обстрел и прячемся в коридор. А я беспокоюсь за сестру. Мы здесь все вместе, она там одна. Там не застрелят, там рот заткнут. И оставаться или бежать? Мама не хочет, дети не спят. И воздуха нет, и нечем дышать. А что я на это могу сказать? Молчу, задаю вопросы. Пытаюсь понять, кому еще обратиться за помощью. И говорю, и слушаю, слушаю, слушаю. И снова и снова прошу дышать. И сама дышу вместе с ними. И с каждым из них по отдельности. Потом заканчиваю разговор. Пытаюсь вспомнить, кто это я. И как меня зовут. И все начинаю заново. В общем-то, это одно и есть. Выдохнуть и вдохнуть. Прилетают зимовать северные птицы. Прилетают от войны северные люди. Нет и не было тепла. Пусть оно приснится. Только холода и жара. Третьего не будет. Только ветер и вода, считанная в каплях. Только воздух в небеса вклеен и бесстрашно. Не поймаешь и следа от вчера и завтра. Не услышишь голоса юности вчерашней. Здравствуй, счет осенних дней. Здравствуй, свет сегодня. Здравствуй, тьма чужой войны. Мы друг в друга смотрим. Оставаться здесь честней, Легше и свободней, Чем бояться глубины, Надлежащей мертвым. Вот октябрь уж наступил, Проще здесь не сыщешь. Вот болит чужая боль. Не накрыть рукою. Парк и ветер, мало сил, Воздух пепелище. Не печалься, Бог с тобой. Время не покоя. Как тяжело мне с теми, Кто пришел на эту землю Нехотя, невольно, Ни в жизнь не помышляя Об отъезде из своего Измыслимого мира, Когда б ни кровь вода, Ни ржавый воздух, Ни злобное искусное железо, Преступно снова пущенное в ход. И дети, дети, Как их спрятать? Дети, и выбор прост, Убитым или убийцей, Или в застенок, Или в катакомбы. Воюй со смертью, И приблизишь смерть. Так есть ли выбор? Вот они ушли. И здесь, Поскольку это было проще, Чем многое другое. И живут. Живут ли? Все видится им призрачным, Лишенным цветов, Объема, запаха и вкуса. Чужое все, чужое все, чужое, И более твоего Своим не будет. Никто вообще не думает об этом. Какое там свое? Не существует Ни этот душный, Разноцветный гам, Ни черные уродские деревья, Ни желтая болотная вода, Ни повсеместный ор, Ни злой бардак, Ни чья-то беспричинная улыбка, Все акварель. Но движется слеза вдоль дней И размывает. Размывает. И остается только мятый лист, Где пишется свое. Деревья, окна, И снег, и гололед, И тьма зимы, И сны, и сны, И вязкая земля, Другие лица, И другие краски, Родные, несмываемые, Те. А утром снова надо Просыпаться в чужую жизнь И боязно ступить. А вдруг провалишься? Или уже? А я живу здесь, В выстроенном мире, Среди других построенных, Гудящих. Живу и ощущаю Землю твердой, Живу и ощущаю Небо твердью, Смотрю на призрачную Жизнь живущих, Смотрю, И трудно Сердцу моему. Март Вдруг понимаешь Страшно и хорошо, Дух захватывает Не у тебя, А всего тебя. Холодно, Ветрено, Снова дождик пошел, Снова зима началась, Снова трубы трубят. Но ведь не у тебя, Не в твоей стороне, Что тебе, Мало твоей войны, Страхов и бед. Много всего достается, Крошечной этой стране, Может, Поэтому ясно, Чужого нет. Вот и выходит строка, Как военный марш, Вот и садится голос, Трудно дышать, Вот превращается Время пространства В фарш. Нет оболочек, Кожа садни, Не тебе решать. Кажется, Вот проснется, Но нет конца. День наступает, Грозен небесный лик, Снова и снова Слушаешь голоса Из параллельной вселенной, С другой земли. Разность и равность, Разрывы снарядов, Шум толп на вокзале, Ранимое естество. Милости я прошу, Не жертвы прошу, Так говорит Господь. Кто слышит его? Так. День и место В Копенгагене был непросто. Создал город Из цветов, Балконов и звезд, Нежных кирпичных арок, Парящих башен, Весь светящийся, Праздничный, Как зажженная пунша чаша. И легко влюбиться, И вверх взлететь, Как сентябрьский лист, И присесть на трубе, Как до нас пастушка И трубочист, Разглядывая окошки, Любуясь шпилями, Замечая, Как пешеходы взмывают Меж велосипедами, Автомобилями, И на каждом лице Спокойствие Или улыбка, Или улыбка Спокойствие. Ах, гений место! Я так тоже хочу, Хоть мне и не свойственно. Я неспокойная, И весь мой народ таков, Поэтому, видимо, Дышится нелегко. И тут, в Копенгагене, Невозможно поверить, Что где-то Сидят в подвале. Здесь очень давно Ничего подобного Не бывали. На месте дворцы, Музеи и парки И все пронизано светом. И так легко позабыть, Так невозможно Забыть об этом. О взорванном воздухе, О мертвой воде, О детях в школе в метро, О разных обличиях боли, О принуждении Спрятать внутри добро. Сияют шпили и лица, Листва и вода в каналах. Хотелось бы здесь родиться, Сиять бы не уставало, И жить бы не было тесно Под солнышком и луной. Ну что же ты, гений место, Останешься ли со мной? Рождество 2023-го. Спаситель родился в танке, Полном солдат. На мертвом поле, В сожженном доме. Сегодня, вчера, Две тысячи лет назад. На мокром спальнике, На собранной наспех соломе. Спаситель родился в крови, На пороге дня, Меж разломанных ног, Разбитых прикладом окон, В печи среди взбесившегося огня, До срока. Спаситель родился У женщины тяжких лет, У девочки, Едва достигшей бот-мицвы, У той, что с ружьем, У той, что кричала вслед, Скорей возвратиться. Спаситель родился Среди надоевшей жары, В день, когда книгу книг Начинают читать сначала, В день, что пришел за ним, В день, что настал до поры, И только пора не настала, Еще не настала. Спаситель родился, Сбережем его мы. На этой земле Другой для него у нас нет, Под перекрестным огнем, Где гибнут свои, Под бесконечным дождем Этой зимы, В надежде грядущих лет. Вообще, это... Ой, простите, секунду. Это стихотворение Входит в большой цикл Израильских праздников, Где есть несколько Песохов, И несколько Шавуот, И несколько других праздников. Я сейчас из него Что-то почитаю, Из более раннего, Чтобы, ну, не все о войне. Ханука 95-й В мокром воздухе Продвигаюсь по декабрю, Повтори себе, задыхаясь, Еще люблю. В каждой капле дождя Видишь, горит свеча. Это наша зима, Я не стану о ней кричать, Потому что не докричаться, В горле вода. Заболеешь, уже не ищешь, Кому подать. Продохни, сглотни, Сквозь снег Надыши тепла, На моем окне В черноте Моего стекла. Облака, облака, Сто свечники, Блики лиц, В новогодних блестящих Бусинках Кипарис, Запах корочки, Но без горечи, Дым без слез. Над землей плывет По дождичку Дед Мороз. Подари мне Хануки Гелт И еще волчок. Закрути четыре буквы В пустой зрачок, И по комнате Прорисуется мокрый след В центре елочной крестовины, Которой нет. Это Ханук. Повторяй же, Декабрь, свеча, Парка в поле, Холодно в доме, Птенцы пища. Дай нам Бог Пережить все это В его земле И остаться Светом, Растает светом, Отражением света, Дождинкой света, В черноте, На чужом стекле. Йомки пур в Москве девяностых. В день, когда я вернулась, Убили еще четверых. До свидания, Новых таможен, Тележек, Тунгусов, Впрочем, Диких и ныне. Стал островом Твой материк. На рябиновых листьях Следы комариных укусов Проступает по ягодке Осень, Мороз достает До застежек На лифчике, Дальше идти разучилась. До свидания, Новых заслуг перед жизнью, Холодных щедрот, Принимаемых мной Сгоряча За последнюю милость. Впрочем, Неудивительно, Редичный дождик Сквозит, Под солями Кассеты Вопят О любви И разлуке. И отечество Запах, Дешевый Поместный Транзит, Протрезвеет Несвежей газетой Испачкает руки. Нас С пути Не свернешь, До чего Хороши Облака. Проплывают, Гляди, Над говяжьим С подливочкой Храмом. Золоченую Крепкую Луковку Тронет Господня рука И простит, И помилует С ложки накормит За папу, За маму. И пока что Живой Ты отыщешь Пельменную В ней уголок. Над безгрешной Тарелкой Вздохнешь О чеканке Устава И, Склонившись Над тенью, Столовским ножом Ее срежешь У ног. И в соборных Лесах Отмахнешься От римского Права. Пусть себе Говорят, Пусть плеснется На сонный Асфальт И коньяк За лимон, И омоновский Кукольный Пристав, И четвертой Волны Торопливый Скрипичный Дискант, И компьютерный Вирусный Кашель В домах Оптимистов. Я запомню Все это, Я милую Долю С ладони Сглотну, Я и капли Не дам В темноте Сентября На затравку. До свидания, Новых зарубок, Себе Оставляю Одну В честь Кленовых Венозных Прожилок На красном Листе Укрывавшем Московскую Травку. Ну и еще. Может быть мы Дадим Юле Немножко Поговорить Так, А вам Немножко Отдохнуть. Я думаю, Что После Оли Вот Как Оли Закончить После Оли Я думаю, Что Будет Так Хорошо. Хорошо, Давайте Так. Как Хотите Я могу В любом Сочетании. Песах Один Из. Идет Господь По Иерусалиму Пьет Воду Насвистывает Гладит Пса И в зеркальцах Покрывал Незримо Лик Его Отражается Холямуэт Маханы Иуда Лужи Крошки Моцы Апельсинная Мякоть Воздух Дрожит В преддверии Чуда Сердце Сжимает И не заплакать Это Хамсин Пятьдесят Дней в году Небо Из серого Сквозняка Пыль И песок Местный Недуг Лучше Не будет Пока Христос Идет По Иерусалиму В джинсах Из гмаха В рубахе Драненькой Мимо солдат И туристов Мимо Халатов Штраймлов Газет И пьяненьких Глядит На чашку В потеках Кофе На руку С номером На предплечье На рваное небо На детский профиль На все Ранимое Человече Толпа Пыхтит Остановок Много Скользят Ступеньки Подолороза Араб С тележкой Зовет Подмогу Приезд же Курит Глотая Слезы Солдатка Пробует Дозвониться Кричит В мобильник Плохая Связь Движенье Свет Пустота И лица И птица Садится В грязь Христос На Пасху Идет По городу Он Третьеклассник С куском Моцы Он Врач Неохотно Входящий В скорую Он Бабка С кошелкой Он Чей-то Сын Он Девочка В синей Блузке На пуговках Он С узи Болтающимся Солдат Он Доз В талите Он Фреха Напудренная Он Слово Голос И Взгляд И Больше Нет Ничего И Рассыпью Дары События Чем Не Владей И Что Ж Мне Остается Господи В тобой Отмеченный Жаркий День Я Тихо Иду За ним Я Иду За ним За каждым Встреченным На пути За каждым Здрасть За каждым Узнанным За каждым Кто Хочет Рядом Идти В этом Городе И столетии С этой Внешностью И судьбой Страною Этой Чувствами Этими Со всей Не спящей Самой Собой Со всем Что пройдено И любимо Как эти Вытертые Холмы Христос Идет По Иерусалему А значит Пейсах И живы Мы Вторая Ливанская Мой город Пуст Он Наводнен Сиренами Он Изброжден Забытыми Животными Тоской Небо Без Без Удержу Без Вымысла Без Пафоса Как выбрать Правильную Сторону Эта сторона Наиболее Опасна При артобстреле Эта сторона Наиболее Опасна При разрушении Здания Эта сторона Наиболее Опасна Для тяжелораненцев Этот подвал Наиболее Опасен При прямом Попадании Эта лестница Наиболее Опасна Для нижних Этажей Этот роддом наиболее опасен для рожениц. Этот квартал наиболее опасен рядом с заводом. Эта электростанция наиболее опасна во время взрыва. Эта ванна наиболее опасна для матери с младенцем. Эта квартира наиболее опасна для бабушки, мамы и крошечной девочки. Эта песочница наиболее опасна для захоронений. Эта переправа наиболее опасна для ночных автомобилей. Этот граничный пункт наиболее опасен для добровольцев. Это подразделение наиболее опасно для молодых. Эти люди наиболее опасны для других людей. Этот язык наиболее опасен в качестве родного. Этот язык наиболее опасен в качестве единственного. Этот язык наиболее опасен для прессы. Этот язык наиболее опасен для лагерей. Эти сирены наиболее опасны для стоящих за хлебом, эти трубы наиболее опасны при, это оружие наиболее опасно, эти люди наиболее опасны, это время, этот город, эта страна наиболее опасна, это война, это война. Никто не предупрежден. Никогда. Хочется быть подростком, резким и инфантильным, обличающим, жестким, мужественным и сильным, знающим смысл и правду, глупым, умным, бесстрашным, словом, стрелком по башням в давней книге Стругацких. И нечего улыбаться. Только не помогает. Хочется стать ребенком, снова проситься на ручки, плакать долго и громко, в виде черной кучки чьей-то недавней жизни. И ведь уже не развидишь, не спрячешься, нету мамы. Что же со мною будет? Что же со всеми нами? Только не помогает. Хочется стать ортодоксом, православным, евреем, мусульманином, бог с ним. Только бы поскорее хоть в кого-то поверить и спастись, и исчезнуть. Даже посреди боли, даже посреди боя. Что-то спасет. Честно, я имею в виду, только ты так можешь. А что ты хотел, я не понимаю? От кого-то звук идет. Выключите, пожалуйста. Вот так буду сделать. А зачем? Еще раз, пожалуйста, выключите микрофоны. Вы можете сами выключить микрофон тому, кому считаете нужным. Это Фридман. Это Фридман. Все, пожалуйста, продолжайте. Хочется стать ортодоксом, православным, евреем, мусульманином, бог с ним. Только бы поскорее хоть в кого-то поверить и спастись, и исчезнуть. Даже посреди боли. Даже посреди боя чудо спасет. Любое. Может, оно поможет? Как это быть с собой? Вот я болтаюсь дома. Утро. Серое небо. Нас не бомбят сегодня. Правда, вчера бомбили. Явно и завтра будут. Кашель к чертям. Упадок воли к чертям. Откуда? Я их в себе замечаю, им говорю, ну ладно, нас не бомбят сегодня. Надо к себе вернуться, сказать себе здравствуй, сварить себе кофе. Время сделать вдох-выдох, время идти работать. Может быть, будет завтра. А пока что сегодня. У взрослых всегда сегодня. Никакие не стихи. А пять бомбят мою Одессу, а шесть бомбят мою Одессу, а семь бомбят мою Одессу, и нет конца, и нет, и нет. В Мордоре снова лепят орков, в котлах переплавляют орков, и выплавляют новых орков, и посылают их бомбить. Стирают землю, город, воздух, крошат людей, взрывают воду, деревья, птиц, детей, животных, дома, машины, хлеб, мосты. Об этом слышать невозможно, об этом плакать не выходит. Немыслимо об этом думать и видеть снова здесь, сейчас. Какие тут стихи, какие? Слова, разорванные в клочья, частей лишившиеся буквы, протезы из другой страны. Ну вот, и я прочту второе посвящается всем, кто, наверное, на этом буду заканчивать. Ну вот, я вновь говорю с людьми из зоны военных действий. Все по тому же принципу, все по тому же поводу. Только теперь ты, моя страна, черным горишь огнем. Юг пылает, центр по убежищам. Север молча ждет, понятно чего. Надеется, верит, копит резерв. Делает вид, что все ничего. Даже кафе работают. Некоторые. Там в основном сидят старики. Лучше там, чем дома одним. Они уже все прошли. И не раз. И я сижу в парке на лавочке. И в парке кроме меня ни души. Сойки щебечут. И мобильник мой пылает в руках. Я включаю громкую связь. Я здесь, говорите, здесь. А что мне сограждане говорят по-русски и на иврите? Мой мальчик в армии. Я одна. Уже полчаса молчит телефон. Спать не могу четвертую ночь. Муж подруги погиб вчера. Внучка на базе хоронит солдат. Я в Айлате, дети, со мной. Безопасно, но вновь дорожу. Пью валерьянку. Снова вода. Словно вода. Врач в резерве. Замены нет. Я живу на шестом этаже. Мне до убежища не дойти. Глаза закрываю. Огонь и дым. Не ем ничего. Не могу совсем. Скажите, кто посылку возьмет? Я сам поеду ее искать. Нет среди убитых, ни среди живых. Ребенок играет, кричит в подвал. Мне лучше его остановить или, может, так легче ему? Мама не хочет ни с кем говорить. Как будто он у нее один. А мне ведь тоже не по себе. А что я могу? Держу телефон. Кипящий, пылающий телефон. И говорю, давайте дышать. Сейчас мы выдохнем и вдохнем. Дадим себе погрузиться в страх, в боль, в бессмысленность, в пустоту. Найдем в себе островок, причалим к нему, останемся там. Еще говорю, так не будет всегда. Еще говорю, мы победим. Мы живы сейчас, вот в этот момент. Выдох, вдох, еще и еще. В сущности только это и есть. Выдохнуть и вдохнуть. Спасибо. Спасибо. Мы, наверное, послушаем сейчас Юлю, а потом будут вопросы, если нет возражений. Юль, пожалуйста, вы. Меня слышно? Да, отлично слышно. Отлично. Я хотела начать с другого текста, но я послушала Олю, у которой Бог и Христос, и мальчик, и девочка, и третий классник. И подумала, и там про сторону от обстрела, и я подумала, что у меня в основном там, где Бог фигурирует, он у меня такой еврейский старик. Вот я, наверное, с этого и начну. Отпустив наугад по земле путеводный клубок, мимо дома презрение, в ночь совершая прогулку, под симфонию Шуберта в шубу укутанный Бог заскочил размочить старикам зачерствевшую булку. А в него разрывные осколки летят из порощи, а вокруг дымовая завеса и воздух смердящий. Одичавшие люди орут у Пандоры, стащив, и в бездонны, как будто в игрушечной, прыгают ящик. По углам разливается бабий отчаянный плач, извлекая фальшивые звуки из рванной гармошки. Между мёртвыми кружится в станции весёлый палач, отбивая чечётку копытцами тонкие ножки. Бог стоит, наблюдает, как будто бы ждёт, терпелив, атмосферу безумия эту собой не нарушив. Но сбегаются дети и гостя на лавку свалив, разбирают по крохам его онемевшую душу. Так, раздав без остатка себя, будто хлеб на войне, погибающим птицам, своим обратившись фантомам, он неслышно выходит в мороженый хруст простыней, затворив за собою засов человечьего дома. И стоит на крыльце, как уставший земной человек, прислоняя ко тьме одинокое старое тело, и молчит, и глядит, как замедленно падает снег на другой, параллельно его, в стороне от обстрела. Я прошу прощения, потусторонние звуки, это моя собака, которая периодически издаёт звуки, и совершенно непредсказуемо. Так что у нас тут много всего, ракеты, собаки, в общем, я прошу прощения заранее. Ну, я, конечно же, не могу, не то что не могу пройти, а темы войны. На самом деле, с начала войны в Украине я почти не пишу, а с начала войны в Израиле я не пишу совсем. Поэтому я, наверное, тоже прочитаю несколько текстов на эту тему. Снова на круге своей ворожбы дерзкой природы упрямая милость. Господи, как же не стыдно тебе, как ты посмела весна распустилась. Жмёшься к земле от печали людских, шею щекочут цветы полевые, веки сомкнёшь, проступают на них те на замёрзшей земле неживые. Дай погадаю на гордвой руке, как поищу семена в пустоцвете. В каждой травинке, жучке, лепестке их навсегда нерождённые дети. Чёрная стройка ползёт от виска, молча отводят глаза понятые. Видеть нельзя отвернуться, пускай каждый раз ставит свои запятые. Просишься к свету, дрожишь в темноте. Учишься жить, получается плакать. Пишешь чернилами, а на листе только сердечная, вязкая мякоть. Замер, уставший в пальбе и мольбе, призрак бессонный, буравящий ночью. Что-то война возомнила себе, кто тебя старую страшную хочет. Смотришь стеклянными, словно извне, только внутри отзывается гневно. Как это, жить, привыкая к войне, жить, привыкая к войне ежедневно? Всё происходит через пелену, сквозь эту растреклятвую войну, бессрочную, как вражеское суда, на боли смерть, на первобытный страх, расчерченный крестами во двора, на ваве плач, несущийся оттуда. Невидимый за этой пеленой сгорает, расползаясь в шар земной, стекает огневая амфилада, дробится время, стонет тяжело, и то, что было, пело и цвело, становится продуктами распада. Смотри на это всё, не закрывай глаза, у смертоносных старых свай земли резьба проржавившая стёрта, ломается фундамент естества, и видно, как пульсирует едва надежда перекрытая аорта. Такой стоит не тающий туман, что не видать ни сги, а джамбиман ломает ненаписанные строчки, и нереальность в целом такова, что разом обессмыслили слова крошатся на ветру поодиночке. Чуть заметный разлом, где смыкаются воды и остров, незнакомые звуки сквозь топкую вязь проросли. Ты же слышишь, как с плачущим скрипом шатается остов, не способны держать накоренённую плоскость земли. Глянь, пространство дробится, поправ внеземные законы. Не в противника, в сердце слетает стрела с тетивы. И хохочет по-дьявольски, голову свесив с балкона, а не мечное лето в дрожащих прожилках нивы. В безнадёжное время кропает себе эпилоги, будто взято само у себя под залог в отщите. Будет жалко — оставь, столько лишних вещей на пороге. Будет больно — скажи, столько слов на пути к немоте. Каждый день начинается раненым воем подранка, отнимая у жизни по пяти крошащийся край. Накрывает свой стол похоронной страна-самобранка. Хочешь пульку, напёрстучек ядули — сам выбирай. Потому что кончается всё, отшумев бесполезно. Обращается в пепел насквозь, прогорев на огне. Я хотела тебе рассказать, как рождается бездна, а выходит опять и опять о войне, о войне. Ну, наверное, чтобы не было всё о войне, у меня, собственно, и нет много. Наверное, я немножечко разноображу. Перед отправкой в небо, присмирев, срываются со слабленных дерев летающие лодочки-тарелки. Крошит в ладонях щедрая земля, богемские осколки декабря. Слепаются фонемы в дождик мелкий. Такое вот земное естество. Оно тебя проглотит, тыль его. Угадывая, смотришь в укоризне, подспудно понимая, по делу. Но ищешь, ищешь фантик под стеклом, запрятанный тому назад две жизни. Ты кто, писатель или персонаж? Свободен или, взят на абордаж, заглатываешь смерть пробитым днищем? Ты — тень своих несочинённых книг. Хрипит заднеязычно твой двойник, багровым окропляя пепелищи. Отправит ли издатель грехолов, содрав с него коросту лишних слов, роман судьбу в печать без примечаний? Герой не главный, прячен наготу, ты со свинцовым привкусом во рту, как будто задыхаешься в молчании. Какая уж тут истина? Акстись! Ямбическим стихом обратись, последним откровением не кстати, оброненным намёком свысока. Но буквы превращая в облака и глядя в небо, ты решаешь — хватит. И вот однажды ты решаешь — хватит. Привычно сигаретку прикусив, вылазишь из прокрустовой кровати в прохладу дня, где пересты курсив пророческой строкой на синем фоне, а падший ангел двери не закрыл, в озоновую дырочку сифонит, кружатся на ветру останки крыл. Проходишь по квартире бледной тенью, величиною вышедшей в тираж, и твоему финальному решению не нужен посторонний арбитраж. Ты сам себе выписываешь сроки. Но как же надоела канитель! И новый день небесно-светлооке срывается с рассохшихся петель. Последним взглядом сверлишь эту прусень и прыгаешь в раскрытое окно, считая хладнокровно девять, восемь, четыре, три. Ищу мгновение, но какой-то бог, очнувшийся с просонок, подхватывает, мол, побудь пока. Так держит заигравшийся ребёнок живой протуберанец светлячка. Ну, я буду, наверное, не я, если я не почитаю что-нибудь о Тель-Авиве, потому что это мой любимый город. У нас тут всё делится, как в России делится на Москва и Питер, так у нас Тель-Авив и Иерусалим. И я, конечно, абсолютно тель-авивский человек, любящий погулять в Иерусалиме, но никогда не хотевший там жить. Утро вспорхнуло птицами желторотыми. Глянь-ка, во лбу у неба седьмая пять. Город, давай сроднимся с тобой пустотами, чтобы не в одиночку и не разнять, чтобы вдвоём с солдатиком прямо с берега в токую гладь, сверкающую в лесной. К дьяволу Лапероза, туда же Беринга. Хочешь поглубже? Значит, иди к тебе со мной. Мы же теперь свободны, не дрейф попробуем в этом заплыве выстоять шутовском. Что же по дну морскому, как по надгробию, водишь своим замедленным плавником? Что же ты пригорюнился, закрючинился? Думаешь, мы кому-нибудь здесь нужны? Так что давай вперёд, раз уйти нельзя, можно уплыть от бешеной тишины. Полдень, вода вскипает, но будем храбрыми, нам ли с тобой бояться? Открытый рот, город едва заметно шевелит жабрами, будто совсем закончился кислород. Нам продержаться до темноты, до вечера, сможем воздастся каждому по ролям. Помнишь, ты был король, только делать нечего, море не повинуется королям. В сумерках перепутаны явь и вымысел, тени надежд, припрятанных на потом. Ночь, средиземный дьявол на берег выбросил мой Тель-Авив со вскоротым животом. Мертвый ныгул ночного черевовещания, потусторонний месяц лакает пляж, бродят приговорённые к обнищанию, ищут на дне разбившийся фюзеляж. Только со дна не взять ничего хорошего. Море свернулось ниточкой голубой. Между песчинок блёстками счастье крошего. Этим ли обнищали и мы с тобой? Нас обнимает ветер осенней прожига. Будто в немой замедленной травести мы пролетаем в небе над недопрожитым, воздух ногами взбалтывая в пути. Вот бы туда сойти, но пропала лестница, собранной из отчаяния и песка. Город со всей стороной в ладонь уместится. Господи, только руку не опускай. Даром даёшь, а после взимаешь дорого. Если его нарушен гомеостаз, если гноятся язвы ночного города, кто его лечит нежностью вместо нас? Кто заполняет сердце его пустотами? Солнце хоть на мгновение запали. Утро вспорхнуло птицами желторотыми теми, что нас обронят за край земли. Ну, я, наверное, почитаю несколько текстов, которые у меня с некоторых времён стали вроде как визитной карточкой. Мне кажется, будет странно их не прочесть. Тем более, что я настолько не помню, где и когда читала, что я совершенно не помню, кто меня уже слышал, а кто нет. Поэтому я прошу прощения, если я повторяюсь. Утро красит нежным светом, заливает перламутром те дома, где, на закате повернувшись на бочок, не торопится проснуться. Начитавшись кама с утры, спит в коробке, что за дикость в позе вычурный бычок. Спят усталые игрушки, без матраца, без подушки. Спят на лавочке, оставшись без иллюзий и монет. Им, игрушкам, недоступны после буйства и пирожки наслаждения нежным светом. Да и грубым тоже нет. Сплю я, я тоже кукла, воровато время просить, проползая тихой сапой по кудрявым волосам. Даже если не назвался, груздем, лезь, тебя не спросят. Сделай гордый вид, как будто ты всегда решаешь сам. Утро красит нежным светом, небо лико дутловатый, и поверить снова в чудо, фуркуабы и непа, что окуна-каракуна обязательно мотата, что успеешь увернуться от фатального серпа, что, возможно, и смириться, если сердце истопталось, заменяя то, что надо, той, которая не прочь. Вероника нам осталась до любви такая малость. Так давай же эту малость совершим сегодня в ночь. Утро красит, но впустую. Свет не стоит и о ночи. Жмёт насильственной морали позолоченная клеть. Я пошла бы в экстрасексы. Только кто же меня научит, чтобы дорого, практично и ничем не заболеть? Утро красит, всех колбасит, давит, гнёт, трясёт и плющит. Даже дух в здоровом теле очевидно нездоров. Затихает глаз в пустыне, так упорно вопиющий о прекрасном дивном мире, как о лучшем из миров. Он, по правде, всё же плоский. Это пишет даже прачет. И ему не нужно о ночных панигириков и от. До тех пор, покуда глупый, пингвин тот, кто робко прячет. До тех пор, покуда умный, тот, кто смело достает. Утро выкрасило нежно в чёрный тонкую ограду. Утро выбросило нежно глаз последний и молчок. Будто не был, и не будет, и не стоит, и не надо. Спите, милые игрушки, лучше спать. Уснул бычок. Срывается день, как с балкона журавль оригами, и жмётся израненным клювом к случайным ногам. Не слышны мои обертоны в предпятничной гамме, которая гомон и смех, перебранки и гам, весёлые гулки шумок населённых кофеен. Надеясь на чудо из барских его обшлагов, я, глупо доверив себя проходимцу Морфею, ушла по дешёвке с его виртуальных торгов туда, где калёное солнце, окраса густого, под вечер стекает в секунду, где счастлив и пьян, еврейский сапожник, рябой старичок из Ростова к ночи расчехляет с войны уцелевший баян, где мёдом давно не течёт, а засохшие соты сдувает хамсин паутинный, колючий осот. Туда, где на залитых кровью голландских высотах осталось не так уж и много невзятых высот, где южные зимы промозглы, грязны и дождливы, где в тёмном бездонном овраге между двух берегов сливаются вместе морские седые разливы с разливом вины из моих потайных погребов, где нет и потуг на рождение истинных спорах, где спаяны время с пространством в закатном бордо дорожными пробками, где-то в одной из которых на сотовом в Тетрис играет скептичный годов. Я русская дофодреберия, какая вакцина способна ослабить печаль потому, что родней? Моя дезингов, Тель-Авийский бульвар Капуцина, мой цинковый гроб до утра, в ореоле огней, четвёртая раса, мы все на лицо иностранцы, но, Господи Боже, упрочь наш бумажный редут, куда гильденстерны твои и твои розенкранцы в горячечной доме нызной по пустыне бредут. И я среди них, словно перст одиночка в тумане, ищу хоть какое-то алиби, чтобы не зря укрыться, сбежать, раствориться в садах гефсиманий с начала июня до поздней тоски октября. Я русская в этой земле, но в прокуренном небе над ней не спросив, для меня разложили постель, и слышно в пустой синагоге молоденькие рыбы бормочет своё безнадежное шма и сраиль. Я читаю текст, написанный в 2009 году, и понимаю, что сегодня, конечно, я бы этого уже не написала, и русское доподреберье, конечно, уже бы сегодня написано не было, но я думаю, что вообще, я прошу прощения, вам не мешает шум посторонний? То есть вы его не слышите, что у меня есть шум посторонний? Или слышно что-то? Я не слышу. Не слышно, хорошо. Хорошо, хорошо. Что я хотела сказать? Я вообще сегодня, когда смотрела, что я почитаю, я поняла, что, конечно, большая часть текстов читается как из другой жизни, и я даже не знаю, я о Лене Берсону уже говорил, но мы дружим достаточно долго уже, я говорила, что я в какой-то степени завидую тебе, потому что ты после начала войны начала писать больше, а я перестала писать. И всё, что как бы раньше выходило каким-то образом, как выхлотную трубу текстами, теперь, в общем-то, сидит, и я надеюсь, что это не разорвёт меня. Но если я когда-нибудь вернусь к стихам, то я понимаю, что это будет уже что-то другое, потому что жизнь никогда не будет прежней, как она не была больше прежней, и, скажем, после того, как умерла моя мама, и я почитаю текст, который написан, в общем-то, с мыслями о ней. Я должна, наверное, сделать такой экскурс, хотя, по крайней мере, все мои друзья и знакомые знают эту историю, про то, что когда заболевали, простывали, это страшная процедура, когда тебя засовывают ногами в горячий таз с горчицей, и, в общем, это у нас-то называлось парить ноги. Я не знаю, знакомы ли вы с этой историей. У нас, в общем, я помню эту ужасную вещь, потому что, когда меня засовывали в этот таз, у меня сразу же закладывало нос, и я, в общем, страдала. Ну и никто особо к моим страданиям никак не сходил, и это нужно было терпеть. Так я училась терпеть. Заболеть основательно слечь, чтобы банки, компресс, чтобы на ночь тебе гоголь-моголь и тёплый боржоми, чтобы толстый, набитый соломой мишка воскрес. Старики зашептались на идыш в родительском доме, чтобы выйди и вынеси мячик, орали внизу. На любовь колдовали ромашками по лепесточку, чтоб сидеть на дощечке над ванной с ногами в тазу, чтоб и мама порой заходила подать кипяточку. Что я делаю здесь, отражённой от памяти тать? Где тут мост через ванну над паром кипящего детства? До каких величин мне ещё из любви вычитать за собой только бурую стройку рисуя в наследство? Посмотри, не умея разумную взять высоту, никому не оставив ни слова в прощальном конверте, на разбитых коленях совсем по другому мосту. Я иду, раскачавшись, и он перекинут над смертью. Близоруки, мой ангел, уже ли не видишь, как я? Словно папиной запонкой жизнь застегнув неумело, раздирая судьбу ошипованный край бытия. Бармача неразборчиво в том понимаешь и дело, потирая крыло, подставляет худое плечо, опершись, осторожно спускаясь в свою непогоду, и нога беспокойная на этой земле, горячо, будто мама опять подливает горячую воду. Сейчас, одну секундочку. Когда бы я был болен, был безумен, а опыт не был горек и тяжел, я взял бы в руки посох, как и губен, и по земле бы с правдой пошел, одолевал бы голод, мор, цунами, вулканы постанавливал перстом, я все бы назвал своими именами, я бы поведал всем вокруг о том, как быстро затухают шум и ярость, когда без бури сразу бурелом, как в тридцать лет иным в окошко старость колотит окровавленным челом, как страшно время смешивает лица, как незаметно попадаешь в клеть, во веки не умея приземлиться, во веки не умея улететь, как чисто и светло на этом свете, пока не видел молот и спесив, как ежедневно умирают дети, далеки этой жизни не вкуси, я стал бы разрушителем покоя, рубил бы только истина из плеча, несчастье превращал бы в сутоское в глаза ошеломленным хохоча, я б из горлахли стал кинземараули, разоблачал бы вслух любую ложь, меня бы не сломили, не заткнули, ну что ты сумасшедшего возьмешь, и выдавая правды, злые залпы, как на духу священнику, врачу, я всем таких вещей порассказал бы, но я здоров и потому молчу. Я, наверное, почти не согласился. Плачет время в проеме оконном, свесив ноги с обеих сторон, поранясь от дождя под фронтоном, под церковный заутренний звон, плачет голый гонимая птица, плачет, рухнув с небес облака, больно им по асфальту катиться, обдирали-то камни бока, плачут тихие люди неслышно, зажимая ладонями рот, рядом с криками «Кришна! Я Кришна!» городской сумасшедший ревет, солью капая в рваные раны, развороченной ими земли, плачет кровью венозной тираны, но не кличут свои патрули, плачут нищие, сирые дети, плачут баловни и алкаши, плачет все, что живое на свете, в чем осталась хоть капля души. Слышишь, льется на землю бельканта, не скупись, красотой упои, это плачут твои музыканты, живописцы, поэты твои, по которым еще до рождения где-то там зажигают свечу. из глубин своего отчуждения и вопрос в Поднебесе шепчу. Чем ты сам исцеляешься, врачу, над поверхностью боли скользя? Я не плачу, я просто не плачу. Мне последним плакать нельзя. И, наверное, я почитаю последний текст, который, в общем-то, последний, который мной написан. Это было ровно через два месяца после начала войны у нас. У нас теперь приходится оговариваться, о какой войне идет речь. На днях у меня дочка в армии, на днях она приходила на выходные. Ну, то есть она отслужила, закончила и ушла на два месяца в резерв. Она два месяца еще будет в армии. Вот она пришла на выходные. Мы сидим на кухне, едим пирожки, общаемся и мы разговариваем. Значит, она рассказывает, какой беспилотник падает, как, а вот такой беспилотник, а вот такой самолет, а вот такая форма, а вот такая. Я говорю, господи, о чем я разговариваю со своей дочерью, которая еще не исполнила 22 года, о видах беспилотников? До чего, говорю, мы дожились, ребенок? Под утро снилось, что меня убьют. Вороутся в арендованное уют, направят ствол без всяких приготовься. Сплетутся воедино времена, А, кажется, последняя война, она сейчас и не кончалась вовсе. Батальное брутально полотно, бездарное снимается кино. С подачи сумасшедшего помрежа на фоне замаячит баби-яр. Смешавшись с хэн-де-хох, Аллах-Акбар, внезапно музыкальный слух мой взрежет. Так, извернуться, что-то взять с собой. Кораблик деда, бантик голубой, густое эхо дачного колодца, апрельский день без куртки налегке, клинок сосульки в детском кулаке. Все в памяти мгновенно пронесется. Я вдруг пойму, что эта жизнь прошла седьмого окаянного числа, зарубки оставляя на рассвете, что весь хрустальный мир лежит за мной. И память мамы с папой за спиной, тифозных и голодных в сорок третьем. Подрастеряв словарь, я в простоте залепечу, но нет, слова не те. И задохнусь, и будто слоем пыли затянет боли черное стекло. И я проснулась в раз, и отлегло, и оказалось, что меня убит. Спасибо большое. Спасибо. Если есть какие-нибудь... Если кто-то хочет что-то сказать или задать вопрос, пожалуйста, поднимайте электронную руку. Я прошу прощения, я, видимо, пустила в переписке. Вы где все находитесь? Это Штаты? Я, честно говоря, не помню. Ну, подавляющее большинство действительно живет в Штатах. Практически почти все из тех, кого я сейчас вижу. Большая часть на восточном побережье. Понятно. В основном Бостон. Саша Бархайов, пожалуйста. Да, я... Просто вот у меня соображение, почему кто-то, когда начинается война, начинает больше писать, кто-то вообще начинает писать, когда начинается война, а кто-то начинает писать меньше. И просто у меня вот такая параллель с войной, вот той, которую мы еще три года назад, когда говорили война, мы знали, о чем речь. вот это, это, ну, даже не Вторая мировая, а скорее Великое Отечественное. Так вот, мы знаем очень большую поэзию этой войны, русскую поэзию этой войны. Вот интересно, что один из самых талантливых молодых поэтов, предвоенных молодых поэтов, Павел Коган, вот тот, который еще где-то, по-моему, в 1939 году написал «Когда-нибудь в 50-х художники от мух сопреют, пока они изобразят их погибших возле речки Шпрее, вот так вот, на минуточку, вот он с начала войны не написал ни одной строчки. Он погиб где-то в 1942-м, и вот у него это как отрезало. Вот просто любопытно, вот как это у разных, у разных людей работает». Ну вот, собственно, это вот такое вот интересное. Это, наверное, если кто-то знает, это только Оля как психотерапевт, и я этого ответа на вопрос не знаю. Как психотерапевт я не знаю ничего, ну то есть, что касается поэтической своей части, они у меня живут на разных полках. я не знаю, мне трудно сказать, у меня действительно много чего появилось с войной, с Украиной, а потом и с нашей, но как бы я не могла никак по-другому, не могу никак по-другому выразить вот это всё, что меня переполняет безумно, безмерно. И я понимаю, Юля, когда вы говорите, что вы боитесь, что это может взорвать изнутри. Я не знаю, ну вот так вот оно пошло, но я много лет вообще ничего не писала, я занималась поэтическим переводом, выпустила две книжки израильских поэтесс, а где-то несколько лет назад, но не с войной. Вдруг опять начала так вот массировано писать. Это, наверное, началось где-нибудь в 20-м, 19-м, 20-м, вот так. Не знаю, как бы это... Ну вот, вот это то, что я могу сделать с этой войной. я могу про нее написать. И мне это важно и нужно и необходимо. спасибо. Валентин, пожалуйста, ваш вопрос. Приветствую, милые дамы. Я придаю вам привет из Филадельфии. Вот, наверное, один представитель этого интересного города, так сказать. Я, вы знаете, я как-то задумался, есть легендерное отличие в поэзии женской и мужской. И сначала я думал, что нет, но вот сегодня почему-то я понял, что есть в пользу, так сказать, женской поэзии. Я бы хотел ответить на тот вопрос, который вы задали насчет почему одна реакция вызывает творчество, вторая реакция не вызывает. Дело в том, что, очевидно, надо плясать от того, что человек способен производить поэзию как высший стиль не только словесности, это особые нервные акцепторы души, так сказать. Если писатели, инженеры, так сказать, человеческих душ, то поэзия, поэты, это, ну, скорее, так сказать, реабилитаторы или, ну, грубо говоря, сантехники, которые ремонтируют наши души. Может быть, даже и строят. Поэтому, мне кажется, с точки зрения это даже не психологическая, это физиологическая оценка. Дело в том, что война является сильнейшим, одним из самых сильных стрессоров, так сказать, и она распадается на человечество, на, ну, население по-разному. Я имею прямой контакт с Киевом практически каждый день, и у меня жил товарищ уже полтора месяца с Киевом. Я имел возможность, так сказать, в силу своих интересов, дифференцировать вот эти реакции. Есть проблема адаптации даже к, так сказать, тревогам. Израильское общество это историческая адаптация к войне. Вот, но тем не менее, мне кажется, что мы должны понимать, что стресс-реакция ложится на разные уровни реактивности. Поэтому у одних ингибируется творчество, а у вторых наоборот возбуждается или тригается, так сказать. Это форма выражения особых, так сказать, тонких струн этих особых людей, которые склонны к поэзии, к такому особому человеческому самовыражению. И сегодня, когда я видел этих милых дам, так сказать, и учитывая, что происходит в мире и в моем, так сказать, любимом городе Киеве и любимой стране Израиля, в которой я был дважды, даже в Кнессити был несколько раз. Вот, у меня это слилось в одно какое-то такое благодарное чувство, что эти милые дамы сегодня меня тоже. Жаль, что я не умею писать стихи, но после вашей встречи я возьму гитару и что-то еврейское исполню. Спасибо. 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 Может быть, вы... Да, пожалуйста. Я хотела только добавить, что война вызвала, в общем, большой такой, большой поток поэзии про Украину я знаю меньше, хотя и там много прекрасных поэтов, не то, что и там, там много прекрасных, замечательных поэтов. в Израиле. я смотрю на пишущую на еврейте публику, что не день появляются какие-то ещё и ещё и ещё стихи. Видимо, это вот такой способ справиться с тем, что происходит. Спасибо. Ну, вопрос-то, собственно, не почему появляются стихи и почему люди начинают писать больше. Почему есть, причём Юлия здесь не единственная, я знаю других поэтов, которые, у которых, ну, либо с началом войны вообще отрубила, они писать не могут, либо они продолжают писать, но у них нету практически стихов о войне при очень хорошем уровне других стихов и при совершенно адекватном отношении к войне. Вот это вот интересно, вот как, вот, что, что выделяет вот этих поэтов. Вот, может быть, какое-то очень обострённое довоенное ощущение, такое обострённое ощущение реальности, что реальность войны выплёскивает, ну, как бы, перехлёстывает возможность это выложить на... Наверное, это не очень чётко сформулировано, но у меня такое ощущение. Спасибо всем большое. Любые стихи о ней. Потому что я же говорю, что вот если посмотреть на того же Когана, вот, насколько знать, он из предвоенных поэтов считался одним из самых талантливых, и он как раз писал о войне до войны, а вот когда началась война, он перестал. Он писал о войне большой, так сказать, вообще надвигающийся это чувствовал, чувствовал не только он, но всё, когда таки началось, ни слова, никаких мне в холодной землянке тепло, никаких, ничего подобного не было у него, ни строчки. Мы будем надеяться, что война закончится, а стихи нет. Ну, естественно, так оно и получилось. И, кстати, переживи Коган войну, ну, вот, неизвестно, что бы он написал, он погиб где-то в 42-м, поэтому мы не знаем, каким бы он был, переживший войну. Лев что-то хотел? Валентина опять? Лев, пожалуйста, ваш вопрос. Я хотел спросить Олю. Вот у вас нет такого ощущения, когда вы пишете стихи о войне, что это имеет какой-то, ну, обратный эффект на реальность, знаете? Не возникает ли у вас некое магическое чувство, понимаете, о чем я говорю? Какого рода? Ну, вот я пытаюсь объяснить. Вот знаете, первобытные рисунки, москальная живопись, там неолит, да? Они рисовали быка, пронзенного стрелой. Они считали, что этот магический обряд, нарисовать быка, пронзенного стрелой, поможет им одержать успех в реальной охоте на этого быка. Понимаете, такой вот. Ну, я очень грубляю это дело. Я понимаю, что у современных людей это не выглядит, они не чувствуют точно так. Но, тем не менее, у меня ощущение, что, когда вы это выражаете в стихах, это может иметь какой-то такой эффект обратный, на реальный. Тогда лучше прямой, а не обратный. в том смысле, что реальность вызывает появление этих стихов, я имею в виду. Понимаете, это прямой. А влияние этих стихов на реальность, это уже обратно в этом смысле. то есть можно ли как-то повлиять на ход войны таким образом? Ну, не более, чем... Не только на ход войны, но на то, как люди... Ведь ход войны в значительной мере определяется тем, как люди переживают эту войну. Ведь ход войны это и есть то, как люди это переживают. Я не совсем не до конца согласна, но предположим, да. Нет, я просто спрашиваю, у вас не возникает такого ощущения самой? Вы об этом не думаете совершенно, да? Нет, конечно, нет. Я думаю о том, как, ну, поточнее поставить слова в строчки. Да, да, но вот это ощущение, что если вы очень точно это выразите как-то, то именно вот точность этого выражения, она как-то повлияет магическим образом на происходящее. Вы знаете, я не думаю об этом, я не исключаю такой возможности, ну, разумеется, не только, что касается того, что я пишу, что касается, ну, это касается любых, любых стихов, любой, хорошей поэзии, но, как вам сказать? У многих поэтов такое чувство возникало, им поэтому очень важно так точно выразиться, потому что это точное выражение имеет некий, так сказать, эффект на реальность. Вы знаете, сакральный смысл, эффект на реальность и всё такое, не то, что оно мне не важно, оно мне очень важно, но никак его определять, никак устанавливать зависимость, никак об этом говорить, как о чём-то вот внутри себя планируемом, я не могу, это будет нечестно, это будет неправда. Моё дело, ещё раз, поставить точно слова в строчке, а уже что там будет, что Бог достой будет. Ну да. Спасибо. Борис Зверев, пожалуйста, вы. Микрофон включите, пожалуйста, Борис. Здравствуйте. Слышите меня теперь? Слышим. Ага, хорошо, извините, я из машины просто. Во-первых, Оля и Юля прекрасные, прекрасные стихи, и я хочу сказать, Юля, вы не расстраивайтесь, что вы замолчали, я действительно согласен со всеми, кто говорил, работает и так, и так, зависит от человека. Вон, посмотрите, Юля Хайтлина, там она в день по стихотворению пишет, а некоторые, я знаю, там, например, Марина Гарбер, она вообще ничего не могла написать, по крайней мере, первый год, знаете, и, ну, то есть, это не говорит ни о способностях, ни о Даре, ни там, ни о чем таком, это просто у каждого своя реакция, но вот вопрос, который задал Лев, это очень интересно, я думаю, что как бы у каждого свое, ну, отношение к этому, для меня, например, стихи вообще, как бы, ну, не имеет значения, мне, мне главное, чтобы они как-то влияли на реальность, что я только не писал, и птицу Гуагу, и черноземы, и вообще, и все это такое, но пока что не сработало, но, видимо, стихи недостаточно сильные, но я верю, что есть, есть такая вещь, что действительно магия поэзии, что есть, и вообще искусство, магия искусства, есть такая, есть такой феномен, и это должно сработать, но пока не работает, спасибо, прекрасные стихи, спасибо, либо, спасибо, Валентин, у вас еще один вопрос есть? Да, я хотел сказать, что, честно говоря, расшифровать механизм поэтического творчества, это очень сложно, это такая биологическая тайна, это почему-то один рождает музыку, другой рождает, так сказать, таблицу, там, периодическую, третий, там еще, но поэзия, конечно, это особая, так сказать, ну, сторона человеческой, такой интимной деятельности, и поэтому, мне кажется, что, прежде всего, мы, конечно, должны понять, что в основе лежит эмоциональная особенность этих людей, потому что, мне кажется, что это сама стилистика вербальная, это только выражение эмоциональное, а вот был задан вопрос, почему военная тема уходит в сторону и уходит в другую, то это я бы назвал таким автоматическим ауто-терапевтическим процессом, как психотерапевт, тоже, имеющий небольшой опыт работы, мы знаем, что любая травмирующая доминанта растворяется по закону положительной или отрицательной связи с другой доминантой, то есть, это естественная реакция, переход на другую, так сказать, сублимированная самотерапия, поэтому вполне закономерно, и я думаю, что это нормальное явление, вот, вопрос только в том, что насколько это действенно, вот, и я хочу сказать, что человечество будет иметь цивилизованное лицо до тех пор, пока поэзия будет существовать, спасибо. Спасибо, Алекс, пожалуйста, Ваим. Да, я, собственно, мне жаль, у меня вопрос к Ольге, именно, но мне жаль, что ушла Юля, потому что мне интересно было бы вот из Израиля, причем, Оль, если вам не хочется на этот вопрос отвечать, вы просто забудьте, что я его спрашивал, вы христианка, вот, любопытно, как вот ощущение христианина, живущего сейчас, вас, как христианинки, живущей сейчас в Израиле, если вы можете об этом немножко рассказать, просто очень интересно. Ну, могу рассказать, конечно, это был самый неожиданный для меня сейчас вопрос, но могу рассказать, да, я христианка не в церковном смысле этого слова, никоим образом, когда-то, лет эдак, не будем говорить, сколько назад, это там начиналось, но приехав в Израиль, я очень прошла свой путь в этой стране, понимание христианства как чего-то совсем другого с церковью, а я была знакома с католической и с православной церковью, так вот, понимание христианства, выросшего на этой земле, зародившегося на этой земле, оно мне совсем другое, в чём сыграл роль для меня человек, про которого Улицкая написала роман под названием Даниэль Штайн переводчик, это был реальный человек, он реально жил в Израиле, но я сейчас не о романе, а о том, что он был человек, который понимал христианство в Израиле очень особым образом, и не заходя в толкование, могу сказать, что он помог мне найти себя как христианку в Израиле, для меня Христос это такой же еврейский учитель, как многие другие еврейские учителя, именно для меня сыгравший большую роль, чем какие-либо другие. Ну и с этим связано ещё и ещё очень много всяких вещей. Что именно вы хотите спросить? Вот, именно я хотел спросить ваше ощущение, скажем так, отношения к вам, большинства израильтян, которые, даже если не религиозные, то, ну, скорее всего, всё-таки не хотят. Хотя из выходцев из русских, я так понимаю, что даже из тех, которые там ходят в синагоги, они где-то привезли с собой из России всё равно немножечко отношения к христианству. Как вы ощущаете отношение к христианству в Израиле? Не ваше ощущение? Я поняла. То есть вам интересен не мой внутренний процесс, а что происходит? Внутренний процесс, он очень интересен и очень индивидуальный у каждого, вот, но глядя на то, вот, скажем, на вот эти вот очень шумные баталии сейчас светских евреев и религиозных и там сочувствующих тех, сочувствующих другим, вот интересно, вот как как себя в этом ощущают христиане? Ну, за всех христиан не скажу. В Израиле христиан много и самых разных. Есть просто люди, которые родились христианами, выросли христианами и жили так. Евреи, неевреи, разные люди. Есть люди, которые пытаются создавать церковные общины, есть те, кто не пытается, ну, конечно, вообще не жить легше, это уже свой какой-то круг. Как к ним относятся? Израиль очень изменился, я живу здесь 35 лет, он очень сильно изменился за эти годы. Если он был мононациональным государством, то есть как бы дунациональным, но на самом деле мононациональным, то сейчас он интернациональное государство, кто в нём только не живёт. Поэтому, скажем так, на уровне бытовом, на уровне разных людей, которых ты можешь встретить в разных местах, можно встретить кого угодно. есть христиане-арабы, это особая часть нашего населения, к сожалению, очень малочисленная, они стараются уехать в Европу или ещё куда-нибудь и найти себя там, потому что среди своих братьев-арабов-мусульман их жизнь непроста. Но это тоже огромная тема. Я жила много лет в таком районе и неплохо там ориентируюсь, скажем так, это особая группа. Что касается евреев как таковых, религиозных и нерелигиозных, то, на мой взгляд, спор сегодня идёт не о религии вообще. Вот этот большой раскол, который сейчас в обществе, он не о религии, потому что самый нерелигиозный израильский человек бытие Бога отрицать не будет. И то, что он имеет отношение к еврейскому Богу, отрицать не будет. Самый светский человек, самый далёкий. При этом спор идёт за образ жизни. Дело в том, что религиозные израильские общины, они ведут очень определённый образ жизни и пытаются его насадить всем остальным. И вот это то, что в какой-то момент стало нестерпимо. Их становится больше, у них рождается много детей. У моей религиозной подруги, ровесницы моей, 22 внука. Это немыслимо для современной семьи. И так далее. При том, что детей у неё трое, а не 18. То есть это идёт всё в геометрической прогрессии. И вот если говорить об этой части общества, естественно, для них никаких христиан, никаких иных религий в принципе не может быть. Продолжайте. Да, пожалуйста. Да, собственно, я сказала, если говорить о том, есть ли какое-то притеснение или помехи на государственном уровне, нет их, нет. Мы ещё всё-таки пока демократическая государственная. То есть, скажем так, христианская община, по вашим ощущениям, христианская община Израиля тоже ощущает вот это вот давление, исходящее из ультра ортодоксальной растущей еврейской общины. Вот как христиане вы чувствуете что-то? Я не состою ни в какой общине. Это намеренность. Хотя в своё время, да, было это всё, но уже много лет нет, потому что нет в этом потребности. Но опять-таки это разговор обо мне и о которую очень по-особому увидел роль евреев, христиан на этой земле. Что касается христианская община, она невероятно неоднородна. Нельзя говорить об общине одной. Это много маленьких разных общинок, которые, в которых многие люди нигде никак не открывают свою принадлежность к христианству, скрывают её, а многие открывают и, как сказать, они не сталкиваются с религиозными еврейскими людьми. Они живут в очень обособленном мире. Израиль, несмотря на то, что страна крошечная, да, там очень много всего разного, очень много всяких мелких кружков, кругов, общин и так далее, не только религиозных, нерелигиозных, по разным принципам делящимся, да, а приехавшие последнюю Алию люди, я бы даже Алиё это не назвала, потому что Алия в ней всё-таки есть определённый смысл, ты хочешь жить в этой стране, ты приходишь сюда, жить здесь. А тут многие, ну вот у меня и стихи были об этом, я читала сегодня, многие люди оказались просто потому, что это был выход, надо было спасать людей или детей, или самих себя от армии, или от гонений, или ещё от чего-нибудь. вот они оказались в Израиле, а Израиль ошеломляет разностью всяческих своих вещей, и кто-то решает оставаться, кто-то решает не оставаться, но если человек, парадоксальная такая для меня во всяком случае штука, что если человек хочет быть христианином в первичном смысле этого слова, ему надо быть здесь. Ну да, потому что первичные христиане были там, были у вас. Да. Ну вот. Спасибо, Оля. Спасибо. Спасибо. Борис, пожалуйста. У меня к вам вопрос, не совсем поэтический, у меня приятель, бывший подполковник, только не в отставке, значит, в Израиле, он тоже занимается психологической помощью. Бениамин Геллер. Вы знакомы, нет? Нет. Просто спроси, потому что он тоже активно это занимает. Вот. А стихи у вас замечательные. Спасибо большое. Спасибо. Ну, кому нравятся стихи Ольги, приходите 14 декабря она у нас будет читать на бостонских чтениях и Марина Эскина из наших местных поэтов. Но я еще раз напишу Юле все-таки, а вдруг она захочет? Потому что она, а? Не, она, когда ей предложил тоже выступить, она сказала, что, мол, она не любит читать повторно перед теми же людьми, перед которыми она читала. Вот. Ну, может быть, все-таки согласится тоже. Но, Олю, вы точно послушаете 14 декабря. Кто захочет. А посты чтения по Зуму тоже? Да, пока по Зуму. Мы стараемся это, так сказать, перевести в режим, как это было до Зума, до 19-го, до 20-го года, но пока что это откладывается. По Зуму очень хорошо, как раз для меня лично делает более доступным. Не, ну, даже если мы опять начнем встречи у нас в подвале, это уже будет, видимо, комбинированный режим, то есть у нас будет, люди будут, надеюсь, будут приезжать, потому что мы немножко на отшибе, те, кто может приехать, но мы обязательно будем проводить трансляцию на Зум. Ну, единственное, что у нас очень большой, так сказать, большой частью наших чтений это было общение до чтения и общение после чтения, то есть люди приходили, там у нас на входе стоит, ну, как часто бывает, большой стол в отдельной комнате и где-то час идет, так сказать, подготовка к чтению, потом в перерыве тоже. Иногда бывает очень сложно загнать людей обратно в зал, потому что люди разбираются на группе, люди уже общаются, так сказать, живьем, и это, вот это вот в Зуме будет сложно, а сами чтения, конечно же, у нас будут, у нас даже, у нас, собственно, даже до, когда мы это дело устраивали в подвале, у нас несколько раз выступали люди онлайн, то есть вот выступал Лукомников из России, выступала Наташа Бельщенко из Украины, выступал там по-сумански из Калифорнии, то есть мы Кабанов выступал, Кабанов выступал, Саша Кабанов. Нет, Саша Кабанов выступал, когда мы уже перешли на Зум, после начала ковида мы перешли на Зум, вот, эти люди выступали у нас еще, когда это было, было, не транслировалось на Зум, а просто было выступление у нас в подвале, просто с кем-то связывались тогда по Скайпу и человек выступал, вот, а сейчас мы это, видимо, будем делать так, что просто будет параллельно вестись трансляция, ну, посмотрим, посмотрим, как это получится, сейчас мы надеемся, что это начнется где-то весной, помещение уже подготовлено, теперь нам надо морально самим сообразить, как и что это будет, вот, кстати, к нам приезжали тогда, там, выступать приезжали из Нью-Йорка, выступать прилетали из Канады, то есть люди, ну, и просто, когда кого-то заносило в Бостон, мы устраивали, вот, как это будет сейчас, это сложно сказать, вот, вот такие вот дела, конечно, проще чисто в Zoom не устраивать, вот как сейчас, потому что, во-первых, намного больше выбор выступающих, и намного легче доступ к нам, вот. Я помню, у вас еще и кормили немножко. Не, ну, как кормили, кто с собой что принес, тот выставил нас. Так, что приезжать имел полный смысл. Ну, не, ну, да, не, ну, как кормили, я же говорю, что мы выставляли нас. Саш, пошутил, да, для затравки выставляли бутылку, там, вина и, там, сыры или что-нибудь, а народ уже приносил с собой, как правило, еще и оставалось. Да. Вот. Так что... Очень теплая, милая атмосфера, я попробую. Ну, вот, значит, будем, постараемся, ну, это очень большая часть этой атмосферы, это, конечно, Аня Агнич, и вот этого мы, к сожалению, никак, но, насколько мы можем сами, остальное воссоздать, мы попробуем. Приезжайте. Вот, оказывается, Юля написала сообщение нам по чату, я прошу прощения, не прийти, у меня собака плачет, гулять просится. Спасибо большое за приглашение, за ваше внимание. Жаль, что она так быстро ушла, жаль, Ну, рад собакам просится, то, что делает. Я помню, как она хвостом махала там перед этим. Там собака хвостом махала, там еще кто-то на заднем плане, на компьютере хвостом махала, или шоу, не знаю. А у меня в связи с этим вопрос был, на самом деле, к вам обоим, спрошу вас, Ольга, мне показалось, что Юлины стихи более как бы пессимистичны, что ли, такие, более тяжелые, если хотите. Это очень забавно. Я читаю про войну бесконечно, а Юлины стихи более пессимистичны. Ну, мое личное впечатление. Вот это вот, кстати, может быть и объясняет вот тот вопрос, который я задал, потому что если стихи и так пессимистичны, так еще туда добавить войну-то... Совершенно верно. Так вот у меня был вопрос. Это, как вы думаете, это разница в ваших характерах, профессиях, может быть, что-то еще? Ну, да, конечно, что еще тут? Только согласиться со всем, что вы говорите. Разные люди пишут разные стихи, разное мировоззрение приводит к разным установкам, что ли. Мне кажется, то, чем вы занимаетесь, оно требует довольно оптимистичного отношения к жизни. Когда это видишь все время, то есть, если ты сам не можешь с этим справиться, этим заниматься очень тяжело. Да, это правда. Это правда. Подождите, кто? А кто психотерапевт? Вы Оля, да? Я. Да. А какая профессия у Юлия тут не уловила? Она учительница. А, учительница, да. Может быть, она еще чем-то, я не так хорошо знаю, но я знаю, что она преподает. Учительница тоже психотерапевт, правда, для детей. Или псих. Нет, учительница это больше представителей, так сказать, карающих органов, чем псих. Там кто-то поднял руку. Я понимаю. У нас есть вопрос от Татьяны Айфова. Спасибо, Татьяна. Это моя дочка, просто мой телефон так называется. Не знаю, почему даже сегодня я по телефону участвую. Я хотел спросить, у нас разговор немножко отошел от поэзии одно время и затронул такие чисто израильские проблемы, связанные с разными конфессиями, отношениями ортодоксов к другим конфессиям. Оля, вы сказали, что это отношение, как бы помягче выразиться, не антагонизма, а какое-то давление. В общем, что-то негативное. Так вот, я хотел спросить, есть ли это негативное отношение к атеистам? Это же для верующих людей это должно быть даже хуже, чем представитель другой конфессии, но тоже верующий человек. А тут люди совершенно неверующие. Насколько я понимаю, таких в израильском обществе это большая часть. Определяет какое-то внутреннее противоречие, внутреннее напряжение в обществе. как вы это оцените? Спасибо. Я снова спасибо за вопрос. Это очень вопрос интересный, но дело в том, что в Израиле все не как у людей, да, то есть атеистов в Израиле поди еще найди. Люди, речь ведь идет не о том, верят люди в Бога или не верят они в Бога. А дело в том, какой образ жизни они ведут. Речь идет именно об этом. Ультраортодоксальная община сжигает израильский флаг. Ортодоксальные общины не служат в армии. На эту тему есть очень много всего. И так далее, и так далее, и так далее. Они ведут другой образ жизни, чем те, кто не считает себя религиозными. Но самый нерелигиозный израильский человек неверующим себя не назовет. Даже выходцы из Советского Союза. А, я думала, вы спрашиваете про израильтя. Нет, сейчас они израильтяне. Я думала, вы спрашиваете о тех, кто родился и живет или прожил в Израиле большую часть своей жизни. Я, например, больше уже живу в Израиле, чем прожила в Советском Союзе. Народ из разных уголков бывшего Союза, он тоже очень разный. и, конечно, есть люди не соблюдающие ничего, не интересующиеся. Скорее, чем атеисты. Атеисты – это продуманное мировоззрение. Скорее, я бы сказала, что большинство людей не интересуются религиозными проблемами выходцев из Союза. И они испытывают давление на себе? Это смотря что считать давлением. Скажем, так как у нас религиозный образ жизни не отделен от государственных систем, то либо ты идешь и женишься по религиозному еврейскому обычаю, если ты имеешь на это право. Другого варианта нет. А чтобы ты женился по еврейскому религиозному обычаю, надо, чтобы ты прошел неплохую такую проверку, вся ли твоя родня еврейская и кто со стороны мужа и со стороны жены и так далее. Но ты можешь сделать совершенно другую вещь. Ты можешь поехать на Кипр и жениться там. Ты можешь заключить брак какой-либо адвокатской конторе. Они все признаются государством. Подаются в МВД эти брачные свидетельства и признаются государством. Поэтому ну где еще может человек испытывать религиозное... транспорт общественный. Вы знаете, это... Ну, как вам сказать? Это, конечно, очень мешает. Мне, как человеку безвошадному, это мешает лично. Но это не религиозное давление, это образ жизни. Это... Ну, привыкаешь к этому. Привыкаешь к тому, что вот это так. Оно так. Транспорт перестаёт ходить в 4 часа дня в пятницу. Зимой в 3, летом в 5 или наоборот, вечное опутаю. В Хайфе он, кстати, есть, он ходит, потому что в Хайфе большое количество арабского населения, и там есть транспорт. Даже в субботу. Это общественный транспорт, да? Общественный. И по стране он есть. Нет государственных корпоративных автобусов. Есть маршрутные такси, есть частные такси. Это всё есть. А ещё такой вопрос, вот туда же, скажем, если кто-то захотел, так сказать, заключить брак в христианской церкви. Пожалуйста, пусть он. Это тоже признаётся государством? Или нужно пойти у адвоката потом это? Нужно пойти у адвоката. Нужно пойти у адвоката. По-моему, да. По-моему, да. Не знаю даже. А мусульманский брак, насколько я понимаю, никаким адвокатам ходить не надо. Если ты мусульманин. Ну, если ты мусульманин. Не, ну, записался в мусульмане, женился раз, два, три, четыре и выписался. У нас не женится раз, два, три, четыре. Ну, да, я шучу. Да, да, я знаю, что у вас. У нас не берут ни вторую, ни третью жену. Нашим бракоманин, да? Бакоманин израиль. Ну, раз, раз, раз. Зачем так много счастья? Да. Вы сказали, что если там христиане испытывают какие-то негативные к себе отношения, то это не со стороны государства, да, вы так вот, у вас промелькнуло. Понимаете, я даже бы и не сказала негативное. Это просто, это не просто совсем. Ну, скажем так, есть много людей, которые не понимают, как это. Они не понимают, во-первых, они не понимают решительно, что такое евреи-христиане. Или ты еврей, или ты христианин. Во-вторых, ещё живы люди, чьи родители или родные погибли в лагерях от рук людей, которые говорили с нами Бог и имели в виду христианского Бога. То есть ещё какие-то вот такие вот остались многовековые, что ли, следы в коллективном сознании, говорящие о том, что христиане – это чужие. Но это проходит при личном общении. Скажите, а вот как вы чувствуете, зреет ли в обществе такое мнение, что необходимо всё-таки менять этот вопрос, в том смысле, что отделить всё-таки государство от религии? Ну, конечно, конечно. Это любые здравые люди об этом говорят, потому что так не должно быть. Любая сливающаяся с государством церковь теряет свой сакральный смысл и становится инструментом государства. Есть такое мнение, я слышал, что в Израиле очень политизированный иудаизм и иудаизирована политика. Это правда. Но я в это даже, вы знаете, я и так отвечаю на вопросы, в которых я совершенно не эксперт. Спасибо. Я просто говорю своё личное мнение. Я думаю, что на эту тему, если интересно послушать, надо действительно пригласить людей, которые в этом хорошо разбираются и могут об этом говорить. А я что? Я стихи пишу. А вы придёте послушать, да? А вы придёте послушать, если мы пригласим таких людей? Может быть. Нет, но ваше мнение тоже интересно, как израильтянки, и такой неординарной израильтянки. Так что спасибо. Я просто хочу сказать, что я никоим образом не претендую на истину в последней инстанции или на то, что я в этом действительно разбираюсь. Я говорю вот именно, что своё мнение пишущего человека, старающегося идти определённо, постоянным путём человека, психотерапевта, матери детей, которые служили в армии и так далее. Спасибо. Лев, пожалуйста. Ну, я хотел сделать пару замечаний по поводу этого вопроса, который был высказан. Дело в том, что я имею некоторый свой опыт, поскольку я гражданин Израиля, я жил там шесть лет непрерывно, и работал шесть лет, и чуть-чуть даже успел послужить там где-то. Вот. Я твердокаменный атеист, и я, естественно, воспринимал израильскую действительность с этой позиции. Твердокаменного атеиста, и даже в каком-то смысле воинствующего. Не в том смысле, что я хотел бы притеснение религиозных людей, никоим образом я заполню свободу религии. Более того, покуда религии существуют, я бы хотел, чтобы их было как можно больше. Это в каком-то смысле ослабляет значимость каждой из них. Вот. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, Израиль был основан людьми, которые были атеистами. Более-менее социалистических убеждений. Все они были атеисты, безусловно. И когда перед Бангарионов встал вопрос о том, вот об этом отделении церкви от религии, в смысле от государства, то он пошел на некий сговор с религиозниками. Это было связано с тем, что он хотел получить некую поддержку большинства в противовес ревизионистам, которые возглавлялись тогда Бегиным. В общем, все вот эти политические соображения. Но он надеялся на то, что религиозных, которых тогда было на самом деле меньшинство, их было не так много. Он рассчитывал, что постепенно, так сказать, социалисты верят, социалистические идеи победят. И что, поскольку они плохо совмещаются с религией, религия будет уходить на второй план, влияние религиозных людей будет минимальным. Он пошел на эти уступки им. Но оказалось, что это глубоко ошибочный расчет, что религиозное население росло, размножалось гораздо быстрее, продолжает размножаться, наверное, быстрее, чем. Хотя светская часть тоже рождаемость, слава Богу, у нас очень высокая. У нас, я имею в виду, в Израиле. Слава Богу, очень высокая. Я продолжаю себя считать израильтянином в каком-то смысле. Хотя по соображениям научным, просто в моей деятельности мне пришлось оттуда уехать. Там в тот момент это были начало 80-х годов прошлого века. Там не было условий для работы в той области, в которой я занимаюсь. Но я не об этом. По моим наблюдениям, в то время, когда я там находился, еще большинство населения Израиля было атеистами. Дело в том, что атеизм ведь совсем не означает, например, того, что люди не празднуют национальных праздников. Ведь на самом деле все традиционные еврейские праздники, за исключением, может быть, поста этого Йом-Киппу, который имеет действительно религиозный характер, за исключением этого это просто важные события и праздники, и посты, просто важные события национальной истории, особенно праздник Песах, который первый в истории человечества, праздник освобождения от рабства, просто совершенно замечательно в этом отношении. И для того, чтобы это отмечать, а мы это отмечали еще в России, когда мы занялись, так сказать, сетянистской деятельностью и борьбой за выезд, вот, для того, чтобы отмечать такого рода праздники, совершенно не надо быть религиозным человеком. Я продолжаю в каком-то смысле отмечать эти праздники в моей семье здесь, так что это нисколько не противоречит атеистическому образу мыслей. И на мой взгляд, по состоянию на тогда, большинство населения Израиля было религиозными, было атеистами. В основном, ну, те, которые голосовали за Аваду, там, то есть за этих, они, безусловно, все были атеисты, но даже те, которые голосовали за Херут и потом за Хабас, за либеральную партию, я был членом либеральной партии до того, как она слилась с Ликудом, ну, с Херутом, и образовала Ликуд, а уже потом стал как бы членом Ликуда, вот, фактически религиозными, по-настоящему религиозными были только те люди, которые голосовали за религиозные партии, а таких людей, которые сейчас голосуют за религиозные партии, всего порядка 20 с чем-то процентов населения. Вот эти люди по-настоящему религиозные, они твердо знают свое дело, они имеют религиозное мировоззрение, и поэтому они голосуют за религиозные партии, которые во главу своей жизни ставят религию, а то они религиозные партии. Остальные, на самом деле, более или менее светские то что действительно транспорт не ходит и все такое неприятно но скажем что касается кошерности там магазинов и ресторанов то это вещь которая легко обходится в мое время во всяком случае там было полно не кошелек правда я помню как в каком-то в каком-то ресторане когда заказал пельмени со сметаной они на меня посмотрели с удивлением может быть вы хотите с уксусом там нет сказал я твердо я хочу со сметаной но мне принесли пельмени со сметаной понимаете так что на самом деле по сути религиозности в обыденной жизни не так уже много ее можно можно избегать ну да транспорт становится очень дорогим потому что приходится ездить на такси а такси в субботу вдвое дороже чем обычно да даже больше чем вдвое но все что я хотел сказать спасибо ну мы уже больше двух часов 20 часа почти что же заседаем и если нет больше вопросов мы тогда наверное поблагодарим ольгу и юлю юлю заочно очень интересно было вас послушать и очень хорошие стихи и то что вы их пишете в израиле делает их особо интересными я думаю понятно всем нашим участникам большое спасибо 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 саше бархавину за то что организовал эту встречу и надеюсь что мы с вами еще увидимся и услышим вас обязательно обязательно так стихи немного отодвинулись сторону был большой разговор об израиле но на самом деле да конечно то чем я о чем я хочу говорить и чем я хочу говорить этой стихи спасибо вам большое спасибо что слушали я передам юле конечно самые замечательные слова здоровья и сил вам всем спасибо а вам победа обязательно мы победим нам вашей победы скажем так спасибо всего доброго до свидания до свидания